больные коронавирусом расскажите о своем опыте моя приемная дочь принесла эту заразу из школы теперь мы все болеем первые три дня дико знобило казалось что я сморкаюсь и кашляю лезвиями для бритья я все время пил много воды сейчас прошло уже недели полторы из симптомов остался только кашель и заложенный нос мокрота выходит густо зеленая теперь я понимаю почему эта хрень так срубает старых и немощных у меня довольно выраженные симптомы болит голова хрип в горле но самое хреновое это затрудненное дыхание когда я переболею этой хренью я явно стану больше ценить возможность дышать полной грудью но в целом пока все терпимо мне хреново но не смертельно похоже на сильный грипп из медицины пью только парацетамол сейчас лежу в больнице в изоляции есть подозрение что я первый больной в нашей стране кто подхватил вирус не за границей моя дочь живет в общежитии лунского университета швеция ее хороший друг сосед по коридору стал нулевым пациентом в швеции неделю назад он вернулся из италии так как он вернулся в страну через копенгаген наш департамент здравоохранения проверил его не сразу а только на следующее утро до проверки он чувствовал себя абсолютно нормально и в общаге успел пересечься буквально с парой человек в итоге тест дал положительный результат а тех двух бедолаг посадили на 14 дневный карантин парня сразу забрали в больницу через два дня его температура поднялась до 40 градусов появился мощный кашель и тяжесть в груди его знобило появилась головная боль рвота и понос иногда у него бывают дни когда ему кажется что стало лучше но потом все возвращается парню всего 21 до этого он был в отличной форме и совершенно здоров сейчас ему делают дыхательные процедуры если смотреть на статистику то скорее всего с ним все будет нормально он говорит что ощущение такое что ты вот-вот сдохнешь потом вдруг все становится нормально потом все снова по кругу задайте этот вопрос через месяц через месяц он будет звучать так люди которые все еще не заразились коронавирусом расскажите свою историю сам я болею коронавирусом но знаю одного чувака который не болеет работаю медбратом в травматологической больнице детройта клянусь ковид пришел к нам за неделю до того как об этом начали писать из нашей команды хирургов несколько человек слегли с лихорадкой и затрудненным дыханием им поставили диагноз грипп но вполне реально что он неверный у нашей больницы даже нет плана как работать в эти дни не разработано никаких правил тестирования не проводятся моя жена вот например работает бухгалтером и даже их фирма думает о том как работать на удаленке а у нас в больнице всем пофиг продолжаем работать как обычно пока физически уже не сможем этого делать измененом так наши больницы появились новые правила нельзя собираться более 20 человек если сегодня подтвердится наш первый больной к вид 19 то все несрочные операции в больнице будут отменены отдел реанимации готовится через неделю принимать на себя удар у меня не бывает проблем со здоровьем обычно по ощущениям это похоже на мощный грипп с больным горлом и затрудненным дыханием сейчас сижу в самоизоляции чтобы не заразить других изменено окей больше инфы по возрасту я не попадаю под высокий риск хреново уже недели две поначалу симптомы были как у простуды но со временем начало становиться все хуже и хуже поднялась температура и пропал аппетит да я сдавал тест он подтвердил к вид 19 первые подозрения начали появляться еще несколько недель назад пришлось отменить все поездки сейчас нахожусь в бостоне мой лучший друг стал одним из первых 25 пациентов германии кто излечился от вируса так как ему всего 19 то симптомы у него были слабо выражены он отсидел две недели дома и сейчас снова в строю почему ему сделали тест если у него были слабые симптомы он где-то путешествовал до этого или контактировал с другими больными ага несколько недель назад он вернулся с одного лыжного курорта я недавно вернулся в сша из японии симптомами простуды наш отдел здравоохранения сказал мне что мне сделают тест только в том случае если у меня будет кашель и лихорадка так что вот так люди пытаются выяснить болеют ли они а их отшивают им приходится ходить по улицам без должной диагностики когда я умру напишите на моей могиле я заказал хайникен но мне принесли корону rip только что умерла знакомая моей мамы ей было за 50 и у нее были еще какие-то проблемы с сердцем скорее всего она заразилась поездки 20 числа помните что инкубационный период длится до двух недель то есть болезнь может проявиться гораздо раньше по моему том хэнкс раньше сидел на реддите не могу поверить что мы заразили его короной мне 28 так что я не нахожусь в зоне риска но могу все равно рассказать о своих симптомах я заболела примерно 15 дней назад но из них провела дома только последние пять потому что до этого я не могла сдать тест у нас в южной испании их очень мало началось все как простуда с соплями из-за чего я как раз и не приняла эту проблему всерьез но потом мне стало хуже четвертому дню я начала кашлять у меня заболело горло появился хрип пропал аппетит воспалились лимфоузлы и ослабли мышцы это для меня было в новинку в последние дни меня больше всего беспокоит болезненный сухой кашель у родителей те же симптомы сегодня скачал последнюю версию антивируса маккофи надеюсь что теперь мне ничего не грозит два дня назад в вашингтоне у моего дяди диагностировали коронавирус ему около 70 его поместили в карантин но из-за того что медсестры не знали всех правил они позволили моей тете навестить его теперь она сидит дома в самоизоляции по последним новостям он стабильном состоянии но у него пневмония работаю на скорой в теннессе два дня назад мы возили из больницы в больницу пациента у которого подтвердился к вид 19 спросите у меня как я себя чувствую через две недели тут челы пишут что на реддите сидят одни интроверты домоседы которые по определению не могут заразиться но давайте посмотрим правде в лицо единственные кто выживет это северные корейцы у подруги положительный тест она говорит что болезнь похоже на слабый грипп сильную простуду ее согласились протестировать только тогда когда стало точно известно что у человека с которым она контактировала тоже коронавирус промежутки между заражением и получением результатов теста она успела отработать несколько смен в банке ходила в спортзал и в кино частью последнее время я не контактировала ни с ней не с остальными друзьями я один из выздоровевших два дня была повышенная температура я плохо себя чувствовал много спал все время залипал в нетфликс на третий день начал идти на поправку мне 40 коллега друг моего батя вернулся из северной италии во время вспышки по прибытию его тормознули в аэропорту сейчас он по домашним арестом его по очереди караулит 6 ментов скоро его должны отвезти в больницу изменено диагноз подтвердился теперь у него точно к вид 19 один знакомый был в круизе с женой и подхватил коронавирус причем с женой все окей сказал что у него пару дней была лихорадка и сильная жажда он пил много воды и get rate несмотря на то что ему уже за 60 пережил он его без особых проблем жалоб на проблемы с дыханием не было его это кстати очень удивило так как он ожидал что будут все симптомы гриппа кашель головная боль забитый нос и так далее мой дядя подхватил его на ребята эта штука куда серьезнее чем вы думаете дяди 48 лет еще недавно он был абсолютно здоров а сейчас даже сам дышать не может уже четвертый день его жизнь зависит от аппарата искусственной вентиляции легких вряд ли он конечно умрет он должен восстановиться но если бы не было свободных аппаратов и вл то ситуация была бы совсем иная больше всего меня пугает вопрос а что будет когда эта хрень распространится еще сильнее я сам работаю в больнице и знаю что возможности всех подключить к вл просто нет то есть ты хочешь сказать что у него нет хронических болячек но при этом ему нужна вентиляция в новостях говорят что так плохо становится только больным и старым никаких серьезных проблем и никаких вредных привычек курить он бросил в 20 чем-то кстати в нашей больнице за закрытыми дверьми провели брифинг для врачей медсестер только я там не был потому что я всего лишь занимаюсь поставками всем было дано указание не рассказывать никому что там обсуждалось и я знаю что несколько медсестер после этого уволились видимые за соображений страха и безопасности а весь прикол в том что наш штат эта штука еще особо даже не коснулась люди слишком легкомысленно относятся к проблеме мне одна медсестричка сказала что в этот раз все будет серьезно заболел мой учитель наша школа каждый год устраивает экскурсию в европу там он ковид и подхватил в ближайшие несколько дней уроков у нас не будет школу дезинфицируют все кто были на экскурсии будут сидеть в карантине в какой они были стране в италии в интернете есть видос где чувак на видео объясняет как он себя чувствовал он работает учителем английского в китае виде он говорит что это было худшее чувство на свете все суставы адски болели все тело ныло не было ни на что энергии ну и плюс все симптомы гриппа простуды скорее всего ему просто не повезло потому что у большинства людей симптомы проявляются слабо 80 процентов людей переносит коронавирус довольно легко причем у 20 процентов из них из симптомов только кашель никакой лихорадки измененом источник мой врач у меня в последнее время был небольшой кашель который недавно дико усилился я с перепугу поехал к врачу но он меня немного успокоил на всякий случай сдал тест в среду узнаю есть у меня коронавирус или нет все не так плохо сижу целыми днями в кровати играю в игры и залипаю на реддите спасибо что самоизолируешься поехали в круиз со своими сожителями подхватили коронавирус от китайских туристов сначала симптомы появились у моего приятеля ему было так худо что он три дня не слезал с постели ему сделали тест на второй день и хоть результаты пришли только еще через два дня мы уже точно знали что у него эта дрянь мне стало хреново когда мой кореш уже второй день лежал в койке я проснулся ночью от жара и меня трясло еще до утра в какой-то момент я встал с кровати накинул на себя шмотки и совсем скоро они стали насквозь мокрые весь день я проходил дико уставший но в целом было не так ужасно потом на следующий день я был еще более уставший отрубил совсем вечера еще через день я почувствовал что энергия начинает восстанавливаться но у меня появился мощный кашель но это неудивительно потому что я астматик любая болезнь которая затрагивает легкие срубает меня на повал следующие два дня температура пошла на спад сил было опять много но кашель еще держался недели две он не то чтобы был прямо очень болезненный просто бесило что он такой частый на еще первые два дня у меня была диарея мой сожитель справился с кашлем на третий день его девушка заболела на 4 она тоже живет с нами и у нее такие же симптомы у другого моего сожителя кашля не было но была высокая температура из-за чего он провалялся в постели дней 5 мы три недели не выходили из дома к счастью мы покупаем еду всегда про запас поэтому нам даже в доставку звонить особо не пришлось недавно мы сдали повторные тесты они показали что мы выздоровели лично для меня по невыносимости лихорадка была примерно на 4 из 10 усталость была на семерку а кашель был на восьмерку по частоте но поболее всего на тройку пару лет назад я болел гриппом и эта хрень надрала мне зад куда сильнее но я вполне представляю как пожилым людям и людям со слабыми легкими коронавирус может нанести огромный вред плюс он намного более заразный так что если у вас есть подозрение что вы им болеете то сидите блин дома большое спасибо за просмотр в комментариях под видео больные коронавирусом расскажите о своем опыте и не забудьте посмотреть наши другие видосы пока и и и